Встречайте, арт-терапевт Елена Бурьевая. Меня зовут Елена Бурьевая, мне 36 лет, я из города Москва. Я практикующий детский психолог, игровой и арт-терапевт. Ко мне в кабинет везут детей со всего мира и со всех уголков России. Я расшифровываю детскую игру и проективные тесты. Иногда родители не знают, почему их ребенок ведет себя так или иначе. Они даже иногда думают, что ребенок делает им что-то назло. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если ребенок ведет себя плохо, то, скорее всего, это индикатор того, что ему плохо. Потому что когда мы с вами счастливы, вряд ли нам хочется кому-то идти, делать боль, наколоть и так далее. И вот тогда родители обращаются за помощью ко мне, к психологу-диагносту, который может расшифровать психоэмоциональное состояние ребенка в моменте здесь и сейчас и прям дать ответ, почему ребенок так себя ведет. Что у него болит? Какая произошла такая ситуация, которая травмировала ребенка? Игра для детей – это их язык, игра и творчество. Игрушки – это слова, игровые сюжеты – это их предложения. Я расшифровываю непосредственно игру, когда что-то ребенок делает, взаимодействует с какой-то игрушкой, как именно. Мне очень важен контекст. И в том числе и рисунки сюда попадают. Если во время игрового занятия ребенок хочет что-то нарисовать, то я буду расшифровывать и этот рисунок в том числе. Мои подписчики называют меня самым позитивным детским психологом. Моя миссия – это не вызывать чувство вины у родителей, меньше тревоги. Я считаю, что чем больше будет спокойных родителей, тем больше будет счастливых детей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в этой студии. Спасибо. Вы действительно лечите искусством? Можно так сказать, да. Я практикующий детский психолог. Также я арт-терапевт и игровой терапевт. Игра и творчество – это язык наших детей. Карандаши, бумага – это их слова. Игровые сюжеты и рисунки – это их предложения. Можно ли, поговорив с родителями, найти рисунок их ребенка? Вот это мы и узнаем у Елены Бурьевой. В нашей студии находятся 10 мольбертов с детскими рисунками. Вот они. Все эти рисунки нарисованы сегодня детьми, чьи родители сейчас выйдут на эту сцену. Родители, пожалуйста, выходите. 20 человек. Задача Елены – поставить каждую супружескую, то есть родительскую пару у картины их ребенка. Поговорить с каждой парой у вас одна минута. Можно, естественно, задавать любые вопросы обо всем, кроме самих рисунков. Понятно задание, да? Да. Таблица нарисована. Да. Время пошло. Удачи. Спасибо. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем ребенке, полуребенка, возраст ребенка. Есть ли у него страхи, о чем он мечтает и какое? Девочка, 8 лет, добрая, быстрая, шустрая, целеустремленная, любит быть лидером. И бесстрашная. Есть у нее друзья? Есть много. Нашему сыну 7 лет, старшему брату 25 лет. Большая разница. Две кошки, кот и кошка. Любит женское общество, у него 4 подружки всегда рядом с ним в садике. В общем-то, бабник. Наш. Еще он очень любит свою маму. Ну и папу тоже. Спасибо большое. Даже с опережением идем. У нас мальчик, ему 6 лет. Он очень активный, спортивный, целеустремленный. Борец за правду и за справедливость. Из страхов переживает, что ему может кто-то в чем-то не поверить. Есть старший брат и животные кошки и собаки. Очень похож на своих родителей и просто красавчик. Спасибо, спасибо. Так, сейчас номер 9. У нас девочка, 7 лет. Очень добрая, творческая, любит очень рисовать, танцует, поет. Сейчас мечтает поступить в музыкальную школу. Что касается страхов, очень боится, когда я ругаюсь. У нас мальчик, ему 9 лет. Он очень коммуникабельный, любит петь, танцевать, любит спортивные автомобили. Любит собирать лего, плавать. Мечтает о собаке. Боится змей. О, я тоже. Я знаю, про что это. Спасибо большое. У нас девочка. Ей 7 лет. Она любит петь, танцевать, рисует. Очень любит свою семью, потому что у нас большая она. У нее три сестры и еще брат. Вау. Да. Классно. Так, собака у нас есть. Страхи. Всегда боится в чем-то ошибиться. Девочка, она похожа на куклу Барби, ей 7 лет. Она занимается гимнастикой, очень добрая, открытая, легко идет на контакт с детьми. Мечтает она построить дом с папой, а боится темноты. И очень любит взрослых людей и уважает их очень сильно. Как здорово. У нас сын, ему 9 лет. Он очень творческий, очень эмоциональный, очень ранимый, вспыльчивый. Мастерит из всего подручного материала. Все, что находит, то сразу в ход идет. Вот, мечтает стать дизайнером. У нас сынок, ему 7 лет. Он у нас активный, общительный, улыбчивый, жизнерадостный. Любит активный образ жизни. Путешествовать любит он у нас. Ну, а из страха он боится замкнутых пространств. А мечтает? Еще не определился в поиске. У нас мальчик, 9 лет. Он самостоятельный, любит компании, любит мастерить что-то необычное и дальше уже коллекционировать. То есть лепка из мелких деталей. В страхе? Он боится замкнутого пространства и одиночества. Папа добавит? Ну, лучше всех он. Конечно. Я всегда родителям говорю, что они самые лучшие родители, а их дети самые лучшие дети для них. Это 100%. Елена Бурьевая, которая, кстати, заметно сэкономила время, отведенное на все эти 10 диалогов. Я вижу, там все исписано прям вообще на таблисточек. Профессионал. Ну, мне кажется, это нереально так определить. Ну, достаточно банальная информация. Ну, общительный, красивый. Так, ну, давайте пойдем. Девятые. Вот сюда. Все красивые, да, рисунки? Да, очень симпатичные, приятные такие. Вот четыре, четыре. А давайте номер три к рисунку девять. Мне кажется, это сложно, прямо скажем. Конечно, сложно. Номер два, номер два. Интересно. Ну, какая-то погрешность-то должна быть? Так, змея. А где змея? Человек себе, как выясняется, рассказывает очень много. Когда он что-то делает, казалось бы, неважно. Восьмой номер к третьему рисунку. Шесть к одному. Номер один к рисунку семь, пожалуйста. Сейчас я скажу, это не наш дом. Десятые родители. Наверное, вот к восьми хочу, либо к шести. Ну, встаньте вот здесь, можно? Десятые пока постоять. Семерку к пятерке. Пятые к восьмерке. Ну, вот. Но я пока не уверена. Это еще не стоп, сейчас, минуту, минуту. Да, запутаться можно. Сейчас, прикинь. Ни одного попадания. Пятые, уходите с восьмерки. Вообще, выйдите из студии. И судок не ваш. Пятые на шестерку. Тяжело. А вы десятый на восьмерку. Так, я перепроверяю. Ну, она сама запуталась уже. Да. Да. Ну что ж, теперь самое интересное. Приветствуем настоящих художников. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот он момент истины. Кто с кем совпал? Вроде бы все дети. Ну, давайте произведем небольшой опрос. Похоже. Как вас зовут? Рома. Вы попали рядом со своими родителями? Все правильно. Стало быть, Елена угадала. Это ваш рисунок. Очень хорошо. Одно попадание есть. Как вас зовут? Дарья. Вы действительно очень похожи и на маму, и на папу. И это, естественно, ваш рисунок. Прекрасно. Как зовут вас? Эдер. Ну, тоже, по-моему, все очевидно, да? Это ваш рисунок. Это очень высотный дом. Так, сейчас всех спросим. Как зовут вас, юная художница? Аня. И вы тоже оказались рядом со своими родителями? Да. А можно тогда один маленький вопрос про рисунок? Что означает вот эта загогулина, похожая на латинскую букву У? Я еще хотела просто нарисовать человека. А, а какого человека? Ну, например, маму. Четверо из опрошенных совпали. Идем дальше. Как зовут вас? Поля. И мы опять угадали, мы опять совпали. Да. Пять из десяти, это уже очень много. Идем дальше. Как вас зовут? Майкл. Майкл? Очень приятно. Вы к своим родителям попали. И прекрасно. Спасибо большое. Это уже шесть совпало. Идем дальше. Обходим и спрашиваем, как зовут вас? Тимофей. Вы к своим попали? Да. И это очень хорошо. По-моему, все рады. А вот этот вот таинственный персонаж... Это Тимофей. Он в короне, что ли? Нет, это шляпа такая. Ах, шляпа. Он какой-то особенный человечек или просто человечек? Особенный. И какой он? Пиратский. Пиратский. Ну что ж, поздравляю. Семь из десяти. Так. Всех спросим. Как вы спросите? Я. Все угадано? Все правильно? Ну что, отлично. Друзья, кого не спросили? Номер два. Не спросили. Как вас зовут? Егор. И это ваш рисунок? А это ваши родители? Да. С чем вас и поздравляю. Как вас зовут? Сулейман. И можно не сомневаться, что вы рядом со своими родителями. Да. Отлично. Значит, получается, что вы наше последнее подтверждение. Десять из десяти. Как? Ой. Как? Профессионализм. Как? Это легко сказать профессионализм. Сопоставляешь. Родители, как правило, все рассказывают. Этого достаточно. Круто.